Турецкий язык. Урок номер 11. Аффиксы принадлежности. В прошлом уроке мы изучали личные аффиксы, а сегодня будем изучать аффиксы принадлежности. Принадлежность в турецком языке указывается при помощи притяжательных местоимений и аффиксов принадлежности. Для каждого лица есть свои аффиксы принадлежности, которые имеют 4 варианта согласно гармонии гласных. Для того, чтобы обозначить принадлежность слова, мы можем это сделать двумя способами. Первое, мы используем притяжательное местоимение, плюс к нему добавляем слово и к слову добавляем аффикс принадлежности. Или мы можем вторым упрощенным вариантом сказать просто слово, добавить к нему аффикс принадлежности, и таким образом у нас получится то же самое, что и в первом варианте. Притяжательное местоимение отвечает на вопросы кимин, чей, чья, чьё и чьи. В турецком языке нет понятия рода, и поэтому это слово применяется ко всем. И поэтому это слово единое у нас, и в том числе единое для множественных числа. Для множественных, конечно, можно спросить и кимлерин, добавляя аффикс ler, аффикс множественных числа, но это редко используют слово кимлерин. Говорят кимин просто, это будет обозначать то же самое. Теперь единственное число у нас бенин, мой, моя, моё, мои, сенин, твой, твоя, твоё, твои, онун, его или её, и множественное число бизин, наш, наша, наши, наши, сизин, ваш, ваша, ваши, ваши, и он, ларын, их. Например, если мы хотим сказать моя машина, исходя из логики русского языка, мы скажем просто бенин, араба, бенин, моя, араба, машина. Вроде бы верно, но в турецком языке это будет неправильно. В турецком языке мы должны сказать по схеме, протяжательное местоимение, плюс слово, плюс аффикс принадлежности. Например, бенин, арабам. Вот тогда это будет правильно. То есть мы к слову араба ещё должны обязательно добавить аффикс принадлежности первого лица. Бенин, арабам. Вот это будет у нас правильно. Или упрощённым способом, без протяжательного местоимения, просто арабам будет обозначать, что эта машина моя. Теперь рассмотрим все аффиксы принадлежности по лицам. Аффиксы принадлежности это очень важные аффиксы вообще во всей грамматике турецкого языка. Потому что очень часто люди, которые разговаривают на турецком языке, вот спутают эти аффиксы или забывают их употреблять. И поэтому предложение получается неправильно сформулированным или фразой. Поэтому я вам советую очень внимательно подойти к этой теме. Аффикс принадлежности для каждого числа это как ключик правильной двери, без которого будет непонятно о ком или о чём ведётся речь. И это не только ключик к правильной двери, это ключик вообще ко всей грамматике турецкого языка. Ну давайте для первого лица единственное число аффикс у нас им, им, ум и ум согласно гармонии гласных. Если слово у нас заканчивается на согласную букву, мы используем аффикс им, им, ум или им. Если же слово заканчивается на гласную букву, значит мы используем просто букву мэ. Давайте попробуем на примерах разобраться во всём этом. Например, Араба машина заканчивается на гласную а, и мы добавляем просто аффикс мэ, получается Так же можно сказать просто Заканчивается на согласную, поэтому по гармонии аффикс им Заканчивается на согласную, поэтому по гармонии аффикс им Мой кошелёк бош пуст Мой кошелёк пуст Аффикс им обозначает, что эти глаза мои, мои глаза, мави, голубые, гёздарим, мави Колумда яравар Кол Рука Колум Моя рука Аффикс да у нас обозначает на руке Колумда На моей руке яравар Есть рана Колумда яравар То есть, когда мы говорим слово колумда, для всех понятно, что именно на моей руке есть рана. Вот интересный пример. Сен, Беннин, Гюлюмсюн. Ты, Моя, Роза. Слово гюль. Роза, Гюлюм, это аффикс принадлежности, обозначает, что Моя Роза. И Сюн, это личный аффикс второго лица, который обозначает, что Ты, то есть, Моя Роза, это Ты, Гюлюмсюн. Сен, Беннин, Гюлюмсюн. Ты, Моя Роза. И можно просто без Сен и без Беннин сказать Гюлюмсюн. И тоже будет обозначать, что Моя Роза, Ты, Ты, Моя Роза. Бельгисаяр, компьютер, заканчивается на согласную, поэтому аффикс ИН. Бельгисаяр, Мда, на моем компьютере. Игр, нет, Оюн, Йог. Бельгисаяр, Мда, Оюн, Йог. Аффикс для второго лица единственное числа. ИН, ИН, УН и УН. Такое же правило, если заканчивается на гласную, значит, просто используем букву НЕ. Если заканчивается на согласную, значит, полный аффикс используем. Например, СЕНИН, ЭВИН, БЮЮК. ЭВ, ДОМ. ЭВИН, ТВОЙ ДОМ. СЕНИН, ЭВИН, БЮЮК. ТВОЙ ДОМ, БОЛЬШОЙ. ЧАНТАНДА, НЕ ВАР. ЧАНТА, СУМКА. На гласную заканчивается, поэтому аффикс НЕ просто берем. ЧАНТАН, ТВОЯ СУМКА. ЧАНТАНДА, В ТВОЕЙ СУМКИ. НЕ ВАР. Что есть в ТВОЕЙ СУМКИ? ТЕЛЕФОНУН, ЕНИ. ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФОН. Аффикс УН обозначает, что этот телефон ТВОЙ. ТЕЛЕФОНУН, ТВОЙ. ЕНИ, НОВЫЙ. ТЕЛЕФОНУН, ЕНИ. ТВОЙ ТЕЛЕФОН, НОВЫЙ. СААТИН ПАХАЛЫ. ТВОИ ЧАСЫ ДОРОГИЕ. По идее, слово СААТ заканчивается на твердую гласную А, но это слово является исключением, и после слова СААТ всегда используются аффиксы с мягкой гласной буквой, поэтому здесь СААТИН ПАХАЛЫ, ТВОИ ЧАСЫ ДОРОГИЕ. АКЛЫН ВАРМЫ, АКЛ, слово переводится как УМ, АКЛЫН ВАРМЫ, У ТЕБЯ ЕСТЬ УМ, ну или У ТЕБЯ ЕСТЬ МОЗГ, МОЗГИ ЕСТЬ, в принципе, то же самое. МИКИ СЕНИН АРКАДАШИН, СЛОВО АРКАДАШ, переводится как ДРУГ, аффикс ИН, АРКАДАШИН, ТВОЙ ДРУГ, и переводим МИКИ СЕНИН АРКАДАШИН, МИКИ ТВОЙ ДРУГ. Аффикс для третьего лица единственного числа у нас СЫ, СИ, СУ и СЮ, плюс еще есть такая соединительная частичка НЕ, мы тоже покажем для чего она. Правило такое, если слово заканчивается на гласную букву, значит, мы используем аффиксы СЫ, СИ, СУ или СЮ, если же заканчивается на согласную, значит, мы просто используем И, И, У или УТ. Например, ОНУН, САЧИ, УЗУН, ОНУН, ЕЁ, САЧ, ВОЛОСЫ, по гармонии у нас идет буква И, САЧИ, УЗУН, ДЛИННЫЙ, ОНУН, САЧИ, УЗУН, ЕЁ ВОЛОСЫ, ДЛИННЫЙ. ОНУН, ПАЛТО СУ, ЕЁ, ПАЛЬТО, Слово ПАЛТО, по-турецки произносится вот так вот грубо, ПАЛТО, заканчивается на гласную О, и поэтому используем аффикс СУ, получается ОНУН, ПАЛТО СУ, ЕЁ, ПАЛЬТО. БУКИМИН, ШАПКАСЫ, это ЧЬЯ, ШАПКА, по-турецки ШАПКА, тоже как у нас ШАПКА, так как она заканчивается на букву А, по гармонии используем аффикс СЫ, БУКИМИН, ШАПКАСЫ, это ЧЬЯ, ШАПКА, ОДА СЫНДА, КИМ ВАР, вот теперь давайте разберем ОДА, КОМНАТА, мы хотим спросить, кто находится в ее или в его комнате, поэтому ОДА используем аффикс СЫ, это по гармонии, и перед аффиксом ДА мы используем соединительную частицу НЕ, в дальнейшем, когда будем проходить падежи, будем проходить аффиксы именно падежные, и вот правило в третьем лице у нас, единственного, также множественного числа, мы используем между падежными аффиксами и аффиксом принадлежности, такую соединительную буковку НЕ, получается ОДА СЫНДА, КИМ ВАР, то есть в его или в ее комнате. МАСА СЫНДА, НЕ ВАР, что есть на его или в ее столе? МАСА, СТОЛ, аффикс у нас СЫ, опять же перед аффиксом ДА мы соединительную частицу НЕ используем, получается МАСА СЫНДА, НЕ ВАР, что есть на его или на ее столе? ОНУН, УЗЮМЮ, ОНУН, ЕГО, ВИНОГРАД у нас УЗЮМ, так как УЗЮМ заканчивается на согласную, поэтому используем аффикс УЮ, получается ОНУН, УЗЮМЮ, ЕГО, ВИНОГРАД. Переходим к множественным числам, первое лицо множественного числа у нас БИЗИМ, НАША, и аффиксы ИМЫЗ, ИМИЗ, УМУЗ, ИМЮЗ. Например, БИЗИМ, УЛЬКЕ МИЗ, НАША, СТРАНА, УЛЬКЕ, СТРАНА, так как заканчивается на гласную, используем аффикс ИМИЗ, УЛЬКЕ МИЗ, БИЗИМ, УЛЬКЕ МИЗ, НАША, СТРАНА. СЫНЫФИМЫЗ, СЫНЫФ, КЛАСС, заканчивается на согласную, поэтому используем аффикс ИМИЗ, СЫНЫФИМЫЗ, НАШ, КЛАСС. Добавляем аффикс принадлежности ИМИЗ по гармонии гласных и получаем БИЗИМ, УЛЬКЕ МИЗ, НАША, ПРОДУКЦИЯ. МАЗАЛАРМЗДА, САТЫШ, ЙОК, МАЗАЛАР, МАГАЗИНЫ, АФИКС ИМИЗ, МАЗАЛАРМЫЗ, НАШИ МАГАЗИНЫ, Да, это аффикс местного падежа, что обозначает МАЗАЛАРМЗДА, В НАШИХ МАГАЗИНАХ, САТЫШ, ПРОДАЖ, ЙОК, НЕТ, В НАШИХ МАГАЗИНАХ ПРОДАЖ, НЕТ. КРИЗИС НА НАСУ, И ПОЭТОМ ДЕСТИТЕЛЬНО В НАШИХ МАГАЗИНАХ ПРОДАЖ, НЕТ. ДЕПО, МУЗДА, УРЮН, ЙОК. ДЕПО, это склад, плюс аффикс МУЗ, ДЕПО, МУЗ, В НАШИХ СКЛАДАХ, ДЕПО, МУЗДА, УРЮН, ПРОДУКЦИЙ, ЙОК, НЕТ. ДЕПО, МУЗДА, УРЮН, ЙОК, НА НАШИХ СКЛАДАХ ПРОДУКЦИЙ, НЕТ. Опять-таки, кризис съел всю нашу продукцию. Но, тем не менее, ЧОДЮ КЛАРЫ МЫЗДА ГЕЛЯЧЕК ВАР ЧОДЮ КЛАР ДЕТИ ЧОДЮ КЛАРЫ МЫЗДА НАШИ ДЕТИ ЧОДЮ КЛАРЫ МЫЗДА У НАШИХ ДЕТЕЙ ГЕЛЯЧЕК ВАР Будущее есть. У наших детей, несмотря ни на что, будущее есть. ЧОДЮ КЛАРЫ МЫЗДА ГЕЛЯЧЕК ВАР Множественное число второе лицо. СИЗИН ВАШЕ ВАШЕ И аффиксы ЭНЫЗ ИНИЗ ОНУЗ И УНЮЗ Например, СИЗИН ДЮЩЮНДЕЛЕ РЕНИС ОНЕМЛИ ВАШИ МЫСЛИ ВАЖНЫ ДЮЩЮНДЕЛЕР МЫСЛИ ДЮЩЮНДЕЛЕ РЕНИС То есть, аффикс принадлежности второго лица множественного числа Объясняет нам, что это ВАШИ мысли СИЗИН ДЮЩЮНДЕЛЕ РЕНИС ОНЕМЛИ ВАЖНЫ АЙЛЕ НИЗ БЮЮКНУ АЙЛЕ СЕМЬЯ Заканчивается на гласную Поэтому аффикс принадлежности мы используем НИЗ Получается АЙЛЕ НИЗ ВАША СЕМЬЯ БЮЮКНУ БОЛЬШАЯ Мы спрашиваем АЙЛЕ НИЗ БЮЮКНУ ДОКТОР УНУЗ ДОКТОР ВРАЧ Плюс аффикс принадлежности УНУЗ Получается ДОКТОР УНУЗ ВАШ ДОКТОР ВАШ ВРАЧ СИЗИН БАХЧЕ НИЗ БАХЧЕ Это САД ОГОРОД Добавляем аффикс НИЗ Получаем БАХЧЕ НИЗ ВАШ ОГОРОД Или ВАШ САД СИЗИН БАХЧЕ НИЗ Кстати, в русском языке Вот есть такое понятие БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ Это вот как раз слово, которое С Турецкого перешло в русский язык КИТАБЫНЫЗ КИТАБ КНИГА КИТАБЫНЫЗ Добавляем аффикс НИЗ И получаем КИТАБЫНЫЗ ВАША КНИГА ВАЛИЗИНИЗ БУРДА ВАЛИЗИН ЧЕМОДАН Плюс аффикс ИНИЗ ВАЛИЗИНИЗ ВАШ ЧЕМОДАН БУРДА ВАШ ЧЕМОДАН ВАШ ЧЕМОДАН ВАШ ЧЕМОДАН ВАЛИЗИНИЗ БУРДА Третье лицо множественное число У нас здесь аффиксы точно такие же как и для третьего лица единственного числа то есть СИ, СИ, СУ и СЮ и точно такая же есть соединительная частица НЕ которая ставится перед подержанными аффиксами СМОТРИТ НА ПРИМЕРЕ ОНЛАРЫН ОТОБЮСЮ ОНЛАРЫН ИХ ОТОБЮС АВТОБУС И по гармонии ставим аффикс И получаем ОНЛАРЫН ОТОБЮСЮ ИХ АВТОБУС ОНЛАРЫН БИЛЕТИ ИХ БИЛЕТ БИЛЕТ Плюс добавляем аффикс И ОНЛАРЫН БИЛЕТИ ИХ БИЛЕТ ОНЛАРЫН КАМЬОНУНДА КАМЬОН Грузовая машина У Это у нас аффикс принадлежности Получается КАМЬОНУ Их грузовая машина И так как у нас еще идет аффикс ДА местного подтяжа то между мы ставим соединительную частицу НЕ Получаем ОНЛАРЫН КАМЬОНУНДА На ИХ грузовой машине ОНЛАРЫН КЕДИСИ ИХ КОШКА КЕДИ КОШКА Заканчивается на гласную Поэтому используем аффикс СИ ОНЛАРЫН КЕДИСИ ИХ КОШКА Или ИХ КОД ОНЛАРЫН ОРЕТМЕНИ ОРЕТМЕН УЧИТЕЛЬ Плюс аффикс И Получаем ОНЛАРЫН ОРЕТМЕНИ ИХ УЧИТЕЛЬ ОНЛАРЫН РАДИО СУНДА На ИХ РАДИО РАДИО Это у нас РАДИО Так как заканчивается на гласную О По гармонии мы используем аффикс СУ Плюс у нас еще есть местный падеж аффикс ДА Поэтому вставляем соединительную частицу НЕ И получаем РАДИО СУНДА На ИХ РАДИО ОНЛАРЫН РАДИО СУНДА На ИХ РАДИО Теперь после всего того, что мы изучили Может возникнуть вот такой вопрос Как можно различить аффикс принадлежности И личный аффикс единственного числа первого лица Действительно У нас и аффикс принадлежности И личный аффикс первого лица единственного числа Одинаковый Это ИМ, ИМ, УМ и УМ И вот такой как бы нормальный вопрос Как мы будем различать А различать будем легко Личные аффиксы у нас Безударные аффиксы То есть это аффиксы, на которых никогда не ставится ударение А аффиксы принадлежности у нас ударные аффиксы И на них всегда падает ударение Например, мы хотим сказать Я ДОКТОР Тогда мы говорим ДОКТОРУМ ДОКТОРУМ То есть мы ставим ударение на последний слог Слова, который стоит перед личным аффиксом ДОКТОРУМ Я ДОКТОР А когда же мы хотим сказать, что ДОКТОР МОЙ Мы говорим ДОКТОРУМ МОЙ ДОКТОР ДОКТОРУМ МОЙ ДОКТОР Точно так же, например, для слов БЕНИМ и БЕНИМ Мы знаем, что слово Я Местоимение Я Это у нас слово БЕН Но иногда так же применяется и БЕНИМ Например, когда стучат в дверь и спрашивают КИМ ОКТОТАМ Можно сказать, если человек тебя знает Сказать БЕНИМ Я И слово МОЙ БЕНИМ Там, где Я БЕНИМ А слово МОЙ БЕНИМ Ещё какое различие Когда мы задаём вопрос У нас личный аффикс Всегда отделяется от главного слова И идёт в самый конец И все аффиксы Другие, которые могут использоваться в этом слове Вопросительные частицы Они все становятся между личным аффиксом и словом А аффикс принадлежности Наоборот Он прилипает к слову И все другие аффиксы, которые будут использоваться И также вопросительные частицы Они будут идти после аффикса принадлежности То есть аффикс принадлежности Никогда не отрывается от главного слова Это нужно запомнить Вот, например, чтобы спросить Я ДОКТОР Мы спрашиваем ДОКТОР МУЮМ То есть личный аффикс у нас открылся И между словом и личным аффиксом Попала вопросительная частица МО ДОКТОР МУЮМ Я ДОКТОР И следующее слово МОЙ ДОКТОР То есть мы хотим спросить ДОКТОР МОЙ И тогда мы говорим ДОКТОРУМ МО ДОКТОРУМ МО Здесь же наоборот вы видите Что аффикс принадлежности Он от слова не отцепился Он к нему приклеился И потом идет частица МО ДОКТОРУМ МО Точно так же для местоимения Для слова БЕН Когда мы хотим спросить Я Мы говорим БЕН МИМ Видите личный аффикс у нас Убежал самый конец И когда мы хотим спросить МОЙ Тогда мы спрашиваем БЕНИМ МИ БЕНИМ МИ Здесь наоборот Видите аффикс принадлежности Не отпускает слово БЕН И точно такое же правило Для отрицания Когда мы говорим Я не доктор Мы говорим ДОКТОР ДЕИЛИМ ДОКТОР ДЕИЛИМ Отрицательная частица ДЕИЛЬ Стала тоже между словом И личным аффиксом А теперь мы скажем НЕ МОЙ ДОКТОР ДОКТОРУМ ДЕИЛЬ ДОКТОРУМ ДЕИЛЬ Здесь как вы видите Аффикс принадлежности Не отпускает слово ДОКТОР И так же например Для слова БЕН БЕН ДЕИЛИМ НЕ Я БЕН ДЕИЛИМ НЕ Я А когда мы говорим НЕ МОЙ БЕНИМ ДЕИЛЬ БЕНИМ ДЕИЛЬ Надеюсь вам все было понятно Это конечно тема сложноватая И нужно учить эти аффиксы И потом используя на практике Укреплять Но это очень важно Если вы перестанете путать Аффиксы принадлежности И личные аффиксы И если вы научитесь правильно их использовать То ключик к двери К заветной Которая называется Грамматика турецкого языка Будет для вас всегда открыто Спасибо за внимание До скорых встреч Продолжение следует... Продолжение следует...